Мы переходим к жеребьевке и я передаю слово главному суде соревнований школьной баскетбольной лиги Дмитрию Саваревну. Жеребьевка у нас пройдет в два этапа. Сначала мы определим команды под группа по девочкам и потом по юношам. Как будет проходить жеребьевка? У нас есть три корзины и команды мы распределили по этим корзинам. Я предлагаю переместить все в центр. Жень, пройди сюда. Как были распределены команды по девушкам? У нас 16 команд всего принимают участие в женской таксетке и команды были распределены следующим образом. Третья корзина это команды, которые получили уайлдкарт. Команды, которые заняли третье место в ПФО. Это Республика Монголия. И также здесь команда девушек Уфы Республики Башкортостан. Как принимающая суперфинал. Вторая корзина это команды, которые заняли на федеральных округах второе место. И первая корзина это команды, которые заняли на федеральных округах первое место. Ну и для того, чтобы сразу не раскрывать все карты, мы, наверное, начнем с третьей корзины. Соответственно, с команд, которые попали на суперфинал дополнительно. И группа, да? Да. Сейчас, значит, как мы будем, так скажем, вписывать команды в группы. Да, то есть идем по порядку. А, Б, С, Д. Это для четырех команд, которые попали самостоятельно. Для тех, которые попали, ну, так скажем, заняли второе место. Мы еще будем разыграть, куда команда попадет дополнительно еще. Ну, предлагаю начать. Очень важный и ответственный. Держите подочек, откройте, прочитайте. Школа номер 8. Волгоградская область, город Волгоград. Хочу отметить, что впервые в нашем чемпионате мы пытаемся детям все-таки привить такую большую спортивную культуру. И сегодня, когда мы говорим о суперфинале 32 школьных команд, мы прежде всего говорим о суперфинале 32 школьных баскетбольных клубов. Ну, девушки из города Волгограда не очень сильно долго размышляли и взяли себе название. Достаточно известное. И называются они Майами Хит. Ну, и первый такой, да, первая команда под группу А Волгоградская область. Давай. Так. Под группу АБ Республика Монголия. Девушки из Республики Монголия. Можно сказать, что команда еще толком названия не поделилась. Название еще девчонки не придумали. Обещали. Что-то да. Ну, что-то да. Есть еще название «Звезда» у них какая-то. Группа С. СОЖ номер 21. Республика Башкортостан. Город Белорецк. Команда БЭМС. Сейчас посмотрим, что им достанется. Так, ну и под группа Д. СОЖ номер 5. Саратовская область. Город Ртищево. Команда называется «Энергия». Переходим ко второй корзине. Напоминаю, здесь команда, занявшая второе место в своих федеральных округах. Команда «Олимп». СОЖ номер 1. Калужская область. Поселок Товарково. А в какую группу? Группа А. Это все, да. Мы сейчас поспицу пойдем. Последние две. Группа Б. СОЖ номер 22. Свердловская область. Верхняя Пашма. Уральские лисицы. Верхняя Пашма. Вдвоем будете клеить? Да. Хорошо. Группа С. Классическая гимназия номер 2. Амурская область. Город Тында. Команда называется «Северянка». Ну и первый соперник у башкирской команды. Почему нет? У башкирской уже все поделились с «Северянка». А, все, промахнулся. Школа Кировская область. Город Кирс. Команда называется «Крэйзи Гэлз». Подождите, стойка, не тяните. Пока группа разыгрываем. Да, сейчас для того, чтобы у нас не было так, что команды, которые также заняли, да, еще у нас осталось две команды, чтобы они не были, так скажем, в одной сетке, да, верхней, сетке плей-офф. Мы их разыграем. Сейчас одна команда попадает либо в «А», либо в «Б», и потом вторая команда, она попадает либо в «С», либо в «Д». Какую подгруппу сейчас определяем, попадают следующие команды? Там это «С», «Д». Подгруппа «А». Подгруппа «А», и сейчас, соответственно, мы вытягиваем, кто куда попадает. Можно вас за подошву попросить лежать команды, чтобы через рейтинг, чтобы подгруппу «Владивостоком» на дне, то, что действительно достоверно. Так, группа «А», школа номер 15, Вологодская область, город Вологда, команда называется «Клайн Овенс», «Летающие филины». Ну, издержки. Словарные запасные, великые. Издержки. Так, классно, группа «А». Ну, и сейчас мы, соответственно, определяем следующую команду, в которой она попадает, либо в «С», либо в «Д». Группа «С». И, соответственно, последняя команда из второй корзины. Лицей номер 136, Новосибирская область, город Новосибирск, команда называется «Белки». «Белки». Ну, и сейчас, соответственно, переходим к первым местам. Точно так же, четыре места по подгруппам, и последнее два места будем определять подгруппу. Так, группа «А». Школа номер 5, Приморский край, поселок Сибирцево. Команда называется «Приморочка». Подгруппа «Б». Школа номер 7, Тверская область, город Тверь. Команда называется «Комета». Где русские названы? Следующая группа «С». Группа «С». Школа номер 2, Ленинградская область, город Гатчино. Команда называется «Аэродром». Ну, и группа «Д». Школа номер 72, Пермский край, город Пермь. Команда называется «Акулы». Соответственно, у нас «Б» и «ИД», да? Да, у нас остается там. Вот эти, наверное. Нет, все. А сейчас у нас тут же, в принципе, бессмысленно. У нас осталось по одному месту. Подгруппа «Б». Школа номер 26, Иркутская область, город Иркутск. Команда называется «Байкал». И последняя команда. Завершаем. Жеребьевку по девушкам. Школа номер 67, Челябинская область, город Челябинск. Дмитрий загрустил как-то сразу. Готовьте нам следующие корзины. Так, это третий. Да, третий. Второй. Так, начинаем. Я думаю, это мы уже после, да, проговорим отдельно девочек? Да? Давайте. Продолжим. Сделаем жеребьевку. Ты уже тогда подведешь какие-то итоги. Так, группа «Юноши» Республика Монголия. Под группа «Б» школа номер один Республика Татарстан, город Набережная Челны. Команда называется «Челны Сити». Видно, да? Чтоб все честно. В самом деле, это благородный ребенка, историк из Баспорта. Первый раз. Проходит первый раз. Группа «Ц». Новоульяновская школа номер один, Ульяновская область, город Новоульяновск. Команда называется «Легион». И группа «Д». Школа номер восемь, Волгоградская область, город Волжский. Команда называется «Спартанцы». Эта команда попала к нам по «Вилкарт», которую мы в этом сезоне предоставили Волгоградской области, как новому региону, из нового федерального округа. Переходим к командам, которые заняли во вторые места. Группа «А». Гимназия номер 40, Алтайский край, город Барнаул, Алтайские медведи. Подгруппа «Б», Пионерская СОЖ, район Пионерский, Камчатский край, так она и называется, Пионерская СОЖ. Команда. Группа «С», Кировская область, город Кирс. Команда называется «Дракон». Подгруппа «Д», школа номер 8, город Нижневартовск. Команда называется «Югра». Оставшиеся две команды распределяем по зонам группа «Б». В группу «Б» попадает команда школа номер 5, Ярославская область, город Углич. Соответственно, в группу «Д». Подождите, стоп. Нет, мы тянем в какую группу? С, группа «С», группа «С», группа «С», у нас попадает школа номер 3, Ленинградская область, город Сланцево. Команда называется «Феникс». Переходим к самому ответственному моменту. Моменту. Первые места. Раньше надо было договариваться. Сейчас уже нет. Ну и так же точно по порядку. По порядку. Группа «А», школа номер 202, Новосибирская область, город Новосибирск. Команда называется «Исток». Попали со своими же сверстниками в Салтайский край. Опять будут ругаться. Группа «С», группа «Б», гимназия номер 12, Тюменская область, город Тюмень. Команда называется «ВИТО», в честь одноименной команды, которая, надеюсь, скоро заиграет в Суперлиге. Группа «С», известная всем нам, школа номер 54, республика Башкортостан, город Уфа. Команда называется «Шонкар». Тем самым она закрывает под группу «С». Закрывает под группу «С». Под группу «Д». «Школа для одаренных детей, Приморский край». Они так и называются «Школа для одаренных детей». Определяем «А» или «Д». Сейчас нет, у нас уже есть. А, сейчас можно уже, да? Так, под группу «А». Заканчиваем под группу «А». Школа номер 3, Рязанская область, город Рязань. Команда называется «Феникс». У девчонок такая же была. Еще один «Феникс». Еще один «Феникс». Это у юноши два «Феникса». А, два «Феникса» юноши. А, да. Ленинградского. Ну, два «Феникса». Раньше два «Спотака», «Динамо». Сейчас «Феникс». Ну и завершаем жеребьевку. Группа «Д». Школа номер 12, Псковская область, город Великие Луки, команда «Локомотив». Символично. Итак, коллеги, мы сделали жеребьевку. Еще раз напоминаю, что две команды из Волгоградской области у нас приехали, как команды, получившие виллкарт. В связи с тем, что новый федеральный округ, новый регион и достаточно неплохое начало. Порядка 160 школ сразу в первом сезоне. Я думаю, что регион будет развиваться достаточно динамично. Девушки из Башкортостана проходят финальную сетку, как команда региона, принимающего суперфинал. Ребята прошли самостоятельно по спортивному принципу, заняли первое место в Кривостном федеральном округе. Соответственно, команда из Ново-Ульяновска поднялась по сетке. Соответственно, сегодня здесь присутствует в нашей сетке суперфинал. Пожелаем всем удачи. Я думаю, что если посмотреть на команду мальчиков и команду девочек, я сразу могу сказать, что группа С не является группой смерти для Уфы. Поэтому еще раз хочу сказать, что очень хочу увидеть Шанкар в финале, может быть, вместе с нами в Стамбуле. Ну и также, да, еще касательно системы проведения. Даже если команда проиграет одну игру в группе, да, у нее есть шанс реабилитироваться уже на стадии плей-оффа. То есть из группы в стадию плей-офф за первые восьмые места попадают первые и вторые места, каждые подгруппы, ну и, соответственно, за места там с девятого по шестнадцатого команды, которые заняли третьи и четвертые места. Это точно так же по юношам и, соответственно, по девушкам. Ну, я не буду, наверное, говорить по названиям команд, я буду говорить просто по региону. Девушки группа А – Волгоградская область, Калужская область, Балагодская область и Приморский край. Группа Б – Республика Монголия, Свердловская область, Тверская область, Иркутская область. Группа С – Республика Башкортостан, Амурская область, Новосибирская область и Ленинградская область. Подгруппа Д – Саратовская область, Кировская область, Пермский край и Челябинская область. По юношам подгруппа А – Республика Монголия, Алтайский край, Новосибирская область и Рязанская область. Подгруппа Б – Республика Татарстан, Камчатский край, Ярославская область, Тюменская область. Подгруппа С – Ульяновская область, Кировская область, Ленинградская область и Республика Башкортостан. И группа Д – Волгоградская область, Хантамасийский автономный округ, город Нижний Варкус, Приморский край и Псковская область. По системе Роза Греша можно искать? По системе я уже сказал. Да, то есть, что команды, занявшие первые и вторые места, они попадают в сетку плей-офф и борются за первые и восьмые места. Команды, которые занимают в группах третьей и четвертой места, они попадают в сетку плей-офф и борются за девятые и шестнадцатые места. По первые три дня, 23-24-25 команд будет по одной игре, за исключением юношек, которые займут третье и четвертые места, они уже начнут играть в стадию плей-офф. 20, получается, 26-27, это дни плей-офф, да, 28-го числа у нас пойдут игры за третье и четвертое место, ну и, соответственно, финалы по юношам и по девушкам. КОНЕЦ